Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами эскиз мини-коллекцию. Я решила отрисовать сумки-шопперы и на них расположить свои авторские принты. Очень популярная история, сейчас их можно встретить и на разных маркетплейсах. И часто такого плана сумки делают для промо-акций, когда вы сможете увидеть эти сумки на выставках, например. Их предлагают как промо-материалы, и вы с ними ходите. Ну и соответственно просто их можно купить и использовать. Они бывают достаточно удобными, в зависимости, конечно же, от исполнения и от формы. Ну, самые банальные сумки-шопперы, которые у нас есть, это вот такого рода прямоугольник. Пропорция, как правило, такая, чтобы на нее у нас с вами в нее влезал А4. И, как правило, нету боковой стеночки. То есть, если мы начнем еще вот так вот дорисовывать боковую стеночку, то тут уже скорее будет другой тип сумки, потому что вот такие шопперы, объемные, они встречаются реже. Поэтому оставляю прямоугольник. Делаю для него такое вот ощущение некоторой открытости сверху, ну, что вроде как сверху немножко расходится. Как видите, сделала его специально таким асимметричным. И внутри можно расположить немножко более темный цвет, будет ощущение вот такой вот перспективы. По сути, здесь эскиз-то состоит из трех строчек. Что у нас здесь будет? У нас здесь будет обязательно, скорее всего, от строчка. Ну, если по уму делать, там должен быть двойной подгиб, прострочка по нему. Если мы будем действительно это соблюдать, так, пунктир 2 на 2. Вот так. И здесь, скажем, на 0,5, чтобы потоньше было. Вот. И вот так, двойной строчкой сверху будет на это все дело крепиться ручки. Ручки тоже могут идти по-разному. Ручки могут идти снизу наверх. Могут идти, как правило, вот, ну, по крайней мере, то, что я видела, пришиваются где-то вот так они. Вот. И, соответственно, вниз. Ручки текстильные могут быть из специальной какой-нибудь тесьмы или из того же материала. Вариаций много. Как правило, из того же материала достаточно их много. И вот здесь вот у нас с вами будет крепление. Специально не рисую симметрично, чтобы сумка смотрелась более живой. Потому что если такого плана сумку прям отчертить, она будет немножко такая, ну, как мертвая, что ли. Мне это не нравится. По-хорошему она должна быть пришита вот так. Вот. Немножко криво сейчас поправлю. Вот. Здесь у нас будет с вами отстрочка. И перекрестие. Вот так и вот так. Ну, по-хорошему. Там по-разному я видела технологии, что с ним только не творят. Но такое тоже может быть. Вот. Вот так вот мы это все дело пришиваем. И, конечно же, ручка у нас будет с вами непрозрачная. Цвет заливки, а не цвет контура. Выбираем всю нашу с вами вот эту красоту, хотя можно и не выбирать. И здорово показать, что есть еще вторая ручка. Ctrl-C, Ctrl-B. Вот у нас их две. Сделаю сейчас зеркальное отражение, поскольку ручка у меня кривая. И это мне очень даже на руку. Мы сейчас сделаем зеркальное отражение. Вот так, двойным кликом. И поместим на задний план, монтаж на задний план. Соответственно, приблизительно совместим. Будет ощущение, как будто две ручки раскрыты. И заднюю ручку можно сделать чуть темнее. Вот. Ощущение, что она туда так вот, как бы назад уходит. Хотя она тоже вроде как белая, да. Но вот она туда. По краю ручки от строчка, еще раз говорю, может быть, может не быть. Очень сильно зависит от технологии. И здесь вот уже нужно смотреть, что вы хотите получить как результат. Так, мне кажется, что у меня некоторая асимметрия есть. Вот так. Специально не рисовала прям жестко-жестко по правилам. И чтобы, не дай бог, никакой кривизны не было. Таким образом, сумка получается чуть более, ну как сказать, интересная что ли. Потому что можно, конечно, на нее всякие тени и все остальное прикрепить. Но это будет не здорово. Вот. Большой эскиз я бы оставила отдельно. На него бы подписала размировку. Где какую технологию я хочу, как подвернуть и так далее. Если она будет шиться по моим авторским измерениям. Если она не будет шиться по моим авторским измерениям. А я буду использовать, например, как вариант готовую сумку, которая есть у кого-то. То, соответственно, будем использовать все готовое. Вот. Вот такая сумочка. Что мы теперь с ней будем делать? Мы ее будем декорировать. Декорировать мы ее будем авторскими принтами. Естественно, нарисованными от руки. Ну, а как же иначе? Принты у меня в фотошопе. Я уже некоторые обработала, убрала с них цвет контура. Вот они красавцы мои. Вот. Давайте один покажу, как я его подготавливаю. Принцип такой же. Я снимаю на телефон, хотя по-хорошему нужно использовать сканер. Но сканер у меня под рукой не всегда есть. Вот. Поэтому... Точнее, у меня он не куплен. И мне нужно идти в салон для того, чтобы что-то сканировать. Ну, не сильно я по этому поводу расстраиваюсь. Беру инструмент волшебная палочка, нажимаю с плюсом и начинаю вот эту всю историю радостно выделять. Мне нужно... Что мне нужно? Мне нужно выделить белый цвет. А вот он у меня вот так вот выделился. Как видите, по краям там ерунда получилась полная. Вот здесь вот не выделилось. Соответственно, сейчас мы немножко через инструмент «Быстрая маска» это все подмажем. Чтобы такого безобразия у меня не было. Вот. Сейчас вот это мы уберем. Это мне не нужно. Это мне тоже не нужно. В фотошопе выделение, по сути, очень-очень-очень важная история. И ее нужно осваивать. Знать вообще кучу и один способ, как это все делается. Тогда у вас будут красивые и классные работы. Если нет, то вот будет коряво. Знаете, вот это выражение «прифотошоплено» – вот это будет про вас. Это не здорово. Поэтому это простой вариант, когда я просто сижу, да, и вот так что-то вот тут делаю. На самом деле их очень много. Можно через «Быструю маску», можно через «Лосо», через «Вделение предметов», через «Работу» там совсем. То есть надо смотреть индивидуально на каждый случай и уже по нему обрабатывать. Ну, поскольку я работаю в обеих программах, я решила показывать, что эскизы у меня создаются, естественно, не только иллюстратором, но и часто подключается в «Фотошоп». Вот, мы, получается, выделили весь фон. Что я теперь хочу сделать? Я хочу теперь сделать инверсию и растушевка. Данное меню появляется, когда я нажимаю на правую кнопочку мыши. Так, и теперь сделать, скопировать на новый слой. Я люблю делать такую проверку, подкладывать ярко-красный фон, ну, либо если изображение само по себе красное, какой-то максимально контрастный. Таким образом вы увидите всякие неточности, затертости, и можно посидеть над изображением, например, вот подтереть какие-то вот такие моменты, которые, ну, в общем, не здорово. Тереть их можно как угодно, тереть их можно маской, ластиком, ну, там, в общем, так, как вам больше нравится, и настолько, насколько вот вы хотите, настолько и трите, да, насколько у вас большое изображение, насколько оно четко требует вот этих вот деталей всех убирать. Потому что, если, например, это изображение будет на белом фоне, да и, в общем-то, что с ним морочиться. Но вот если, не дай бог, оно у меня окажется на красном, то мне нужно вот сейчас вот эти все края переработать и убедиться, что все хорошо. Потом, если нужно откорректировать тут всякую яркость, контрастность и все остальное, если мне это требуется, если я понимаю, что данный момент требуется. Я хотела бы, кажется, передать карандашный рисунок, оставить вот эти линии, ничего там не замывать. Поэтому вот, все вот это делаю, оставляю вот этой шашечкой, это у нас прозрачный фон, сохранить копию на компьютере. И вот тут вот у меня уже есть подборочка, вот они. Это будет 05 номер, соответственно, 5 разнообразных шопперов мы с вами сегодня сделаем. Сохраняем. Почему PNG? Такая вот есть маленькая хитрость, то что именно PNG позволяет нам с вами сохранять изображение с бесцветным фоном. То есть у меня будет растревое изображение, у которого не будет фона. Давайте смотреть. Открываю всю эту красоту, которая у меня получилась. Вот тут у меня лежат цветы, вот они от 1 до 5. Вот 5 штучек, все у меня есть. Так, сейчас мы их все вот сюда закинем. Я таким варварским способом немножко привыкла это все делать. Ну, делать каким удобнее. То есть когда просто открываешь параллельно и туда этот чпок-чпок-чпок-чпок. Удобно. Вот смотрите. У меня получилось то, что я и говорила. Вот мои изображения. И они вот без фона. Видите, вот плохо почистила. Вот это ай-яй-яй у меня. Кстати, люблю, когда у меня на видео попадаются какие-то грехи. Я на них могу показать, где я что-то там не доделала. Это хорошо прям. Ну, вот смотрите. Например, наша с вами сумочка. На ней вот такой вот фееричный принт. Смотрите, как классно, что у нас вектор. Вот, например, здесь у меня там вот отстрочка. А по ней сверху принт. Но не так же должна быть, правда? Соответственно, мы можем отделаться, разгруппировать. И вот эту часть немножечко туда углубить. Я нажимаю Ctrl и букву Х на русской клавиатуре. Либо такую квадратную скобочку левую. Вот она туда вот так вот углубляется. Вот, смотрите, прекрасный принт, который мы можем использовать. Но поскольку цвета у меня разные, я бы хотела, конечно, попробовать сумки разных цветов. То есть одного цвета это здорово. Но, как правило, они белые. И на белом все это дело печатается. Но почему бы нам не поменять цвет на какой-то другой? Вот этот мой плохо почищенный принт с боков. Вот так вот он сюда прекрасно встает. И хотелось бы эту сумку видеть какой-нибудь такой вот. А мы сейчас посмотрим, какой. Тоже это вот творческий момент. Мне иногда спрашивают, а вот не знаю какой. Либо темно-зеленый. Либо оно должно быть темно-фиолетовый. Либо темно-синий. Конечно, это часто зависит от наличия ткани и так далее. Но поскольку сейчас у нас свободный творческий поиск, мы можем с вами поискать цвета. И очень приятно искать эти цвета прямо с изображения. Смотрите, как я это делаю. Выбираю нашу ручку и центральную часть. И на изображение. Вот у меня темный оттенок. Вот, смотрите, если будет зеленый. В принципе, очень неплохо. Почему? Не все залила, не все сделала. Потому что эту внутреннюю часть я сейчас выберу. И сделаю ее чуть темнее. Чтобы у меня смотрелась внутренность. И такого же цвета сделаю можно заднюю ручку. Смотрите, за счет того, что я выбирала цвет, у меня пропал цвет контура. Цвет выбирала с изображения, соответственно, контур пропался. Ну, вот сейчас мы его так дополнительно вернем. Вот такая штука получилась. Красиво, некрасиво. Уже можно даже смотреть. Дальше мне искать с изображения лениво. Я человек такой ленивый в этом вопросе. Мы его так скопируем. Сделаем вот здесь двойной клик. И сейчас с вами поменяем гамму, например, на синий. Будем смотреть. Лучше, хуже, лучше, хуже, лучше, хуже. Вот, по-моему, зеленый у меня хорошо попал. Ну, вот я могу их сохранить. Когда идет художественный совет, обычно это все сохраняется. Все показывается. То есть, смотрите, а если оно будет на фиолетовом, а если оно будет на синем, а как вам больше нравится и так далее. Но если художественный совет вы сами, вы тоже себе можете разложить рисунки, походить вокруг них, посмотреть, на следующий день посмотреть, распечатать и вот уже оценить, а нравится вам так, а нравится вам не так. Давайте оставим зеленую. Мне нравится зеленая. Коротко, ясно и лаконично. Так, а вот эту сумку, кстати, я бы не стала делать белой, откровенно говоря. Я бы ее сделала либо мятный такой, либо бежевый. Мы сейчас посмотрим. Бежевый, в принципе, вариант. Можно только более такой, чтобы было ощущение, чтобы она как льняная такая была. Воу, вот такой. Соответственно, вот сюда, вот этот же цвет мы втыкаем радостно, а вот этот цвет делаем потемнее, чтобы создавался эффект объема. Вот так вот, один. И точно так же можно прямо оттуда переснять цвет второй. Вот наша с вами сумочка. Смотрите, какая получилась. Так, сюда. У меня же еще осталось. Почему я, собственно, от синего отказалась? Мне кажется, вот сюда идеально подойдет синий оттенок. Тоже размещаем, где тут у нас что будет. Замечательно. Да, можем покрутить. Никто же нам не говорит, что оно именно так должно стоять. Оно может быть и как-то вот так. Покрутить. Вот эта зона, это зона моей картинки ПНГ. Ну, фон-то прозрачный. Ну, и, соответственно, мы туда так. Тын-тын-тын-тын-тын. Control и квадратная скобочка. Вдаль-вдаль-вдаль. Нет, вот ушла. Еще на один. О, вернулась. Смотрите, какая красота. Так, теперь у нас опять волшебные поиски цвета. Да, вот такая вот у нас сумочка. Мы сейчас выберем с вами ручку. Мы с вами выберем вот эту штучку. И будем по изображению такие искать. Нет. О! Возможно. Вот это тоже как-то интереснее, да? А если немножечко вот так припылить. Вот смотрите, как из принта это можно. Конечно, скорее всего, скорее всего, у вас будет ограниченный выбор. И вот такого вот безобразия у вас не будет. Но вдруг. Вдруг окажется такая возможность, и вы сможете выбирать какие-то цвета. И подбирать то, что вам больше нравится. Нет, мне кажется, все-таки потемнее лучше, да? Вот смотрите, вроде неплохо. Можно еще сделать такую хитрость. И немножко изображение наше с вами там растворить. Добавить ему непрозрачности. И оно войдет и станет больше так вот, более глубоко смотреться, на мой взгляд, да? Сейчас мы вот так сделаем. Цвет углубим. И добавим контур, потому что контур от нас тоже сбежал. В силу того, что я забирала цвет с изображения. И контура, конечно, просто он убежал. Вот, вживили. Смотрите, три такие вот сумочки. Я даже не знаю, на садоводы, не садоводы, кто у нас получился. Так, почему-то мне подсказывает моя интуиция, что вот здесь у нас будет вот эта сумка прекрасно восприниматься, да? Так, и давайте посмотрим. Кстати, ведь не обязательно мне вот именно его вот так располагать, да? Я же могу его туда обтравочной маской завести. Тоже будет все красиво. Смотрите. Монтаж на передний план. Вот этот прямоугольник. Убираем у него цвет заливки. И выбираем фрагмент, который бы мы хотели, чтобы у нас был. Ну, например, К примеру, вот так, да? Все это выбираем, создаем отравочную маску и получаем совсем-совсем иную историю. Правда? Вот, сейчас мы это вернем. Вот так вот сверху будут у нас пришиты ручки. Могут быть зеленые, могут быть коричневые. Ну, вот, в общем, такой вариант. Кстати, здесь тоже доступен вариант, что мы можем с вами немножко непрозрачностью туда-сюда поболтать, если нам это нужно. Но сумки становятся достаточно разными, да? То есть здесь мы с вами плейсменты, то, что называется. А вот здесь уже вот просто такая печать. Ну что, последняя у нас осталась. Давайте сделаем последнюю. Я думаю, что ее тоже можно сделать под отравочную маску. У нас прямо вот будет коллекция. Можно запускать. Осталось только найти производство. В общем-то, дизайн, если он применительный, да, то вот он как-то так и выглядит. Очень часто такое делают. Можно это встретить. Вот так как-то, да? И, наверное, черная или серая сумка у нас будет. Вот так мы ее делаем. Мы ее убираем под отравочную маску. Мы ее возвращаем на место. Так. Мы ее корректируем. И вот уже смотрим, какой цвет там будет более актуальный. Может быть, серый какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Может, например, серый, да. Ну, вполне. Может быть, только потемнее. Вот. А здесь можно, наоборот, обратную историю сделать. Когда у нас яркий серый цвет выходит вперед, тогда более плавный серый цвет. Ну, вот смотрите, такая вот коллекция цветочных сумок получилась. Я не могу сказать, там какая-то она там садоводная или еще что-то. Это просто для вас пример. Я показала это на сумках-шоперах. Это может быть все, что угодно. Футболки, толстовки, там скатерти, полотенца, сумки, купальники. Ну, вот все, на чем это все можно печатать. Вот таким образом вырисуете эскиз и, соответственно, вот на него подбираете какие-то принты. Притом, ну, совершенно видите, эскиз очень простой. Мы пошли именно в дизайн. Такое часто бывает, что я почему сюда начинаю учиться с рисунков футболки. Ну, футболка, мне кажется, такой сейчас базовый элемент, и все с ней работают. Уж сколько принтов на футболку придуманными, там миллионами они исчисляются, если не миллиардами. Все равно до сих пор все это актуально. Вот, пожалуйста, мини-коллекции шоперов можно запускать и продаваться вполне достойно. Пробуйте, используйте, не обязательно использовать карандашные рисунки, как у меня отсканированные. Я просто показала более длинный цикл, показала, почему и фотошоп, и иллюстратор нужны. Вот они сочетаются. Иногда так это и происходит. Иногда мы фотографии каких-то готовых тканей туда внедряем и так далее. Ну, в общем, по-разному. Вот, оно прекрасно сочетается, дает хорошую визуализацию, чтобы вы могли на нее посмотреть и оценить, действительно вам это подходит или нет. Вот. Появились вопросы, пожелания, пишите мне в комментариях. Покажу еще, как что рисовать, как что делать. А на этом все. Не забывайте поставить лайк или дизлайк. Подписаться на канал. До скорых встреч. Пока-пока.